Теряется 2 или 3 миллиарда долларов из-за того, что люди сидят в соцсетях. Недавно такая ситуация очень интересная была. Один из моих студентов звонит и говорит, Александр Михайлович, катастрофа. Что случилось? Мне безопасник закрыл порты, я не могу на работе там торговать, мне там такие проблемы были. Я говорю, ну ты идиот, ну ты что смеешься, ты сидишь на рабочем месте и все. А я тут недавно смотрел вообще цифры, это пипец. Значит, приблизительно несколько миллиардов в зависимости там, по-моему, на каждые 30 миллионов населения теряется 2 или 3 миллиарда долларов из-за того, что люди сидят в соцсетях. Катастрофическая цифра. То есть приблизительно каждые 30 миллионов там, 2 или 3 миллиарда теряется из-за того, что люди сидят в соцсетях. Ну вопрос, насколько корректно. Так же можно посчитать, сколько люди теряют, когда они смотрят футбол или хоккей. Нет, нет, там приводится это другое, это развлечение. Там приводится, например, 5-10, там берется 5-10 стран, не взяли там одну страну какую-то и сравнили, там берется более-менее нормальные развитые страны. И в Европе так же, что все сидят иногда. Людей показывают, они с телефоном идут и головы себе разбивают. Это катастрофа просто. Ну это новая экономика, новый виртуальный мир. На самом деле, когда ты покупаешь IT-компании, ну ты спонсируешь или являешься частью этого прогресса. Я считаю, что соцсети вообще похоронят нас. Это ужас, серьезно. Я вот иногда даже смотрю на своего сына. Нет ощущения загнивания Фейсбука. Во-первых, он постарел. Молодежь уже ушла в другие. Может он переходит в какие-то другие вещи, но... Он становится комодити больше. Да, такая-то и цель была. И, кстати, у него ОПИ уже такой тоже, все ближе-ближе. У него цель такая была. Но, видите, сейчас другая ситуация. Вот буквально несколько месяцев назад антимонопольная комиссия стала прессовать их. Всех троих. Амазон, Фейсбук и Гугл очень сильно. Потому что Фейсбук реально увидел, что ты там покупаешь какую-то рекламу. Это перед выборами. Впереди выборы. Это как превентивное мир. Я тебе скажу честно. Они же оказали влияние. Ты знаешь, я тут как бы... Единственное, о чем я не люблю вообще говорить, сейчас это политика, по одной причине. Я не разбираюсь в ней. Просто не разбираюсь. Если скажешь даже больше, я не знаю людей, которые разбираются в политике. Все, кто разбираются в политике, они думают, что они разбираются. Даже политики, скорее всего, не всегда разбираются в политике. У меня как бы друзья по всему миру, честно. Для меня абсолютно все одинаковые. И вот я недавно просто смотрел даже просто статистику по Фейсбуку. По Фейсбуку статистика такая. Вот только-только где-то идет увеличение, все, они начинают по-простому увеличивать твои затраты. Все. Ты ничего сделать не можешь. То есть реально, честно, это монополия. Но очень большое количество людей зарабатывают на этом деньги и они продвигают свой бизнес именно в соцсетях. Я иногда смотрю сейчас и вот начинается вот эта миграция. С Фейсбука полезли там все на Инстаграм. Там из Инстаграма кто-то там что-то новое придумал, полезли куда-то еще и начинается. Значит видно, что там в какой-то соцсети идет какое-то ослабевание и оно тут же переходит в какое-то там другое. То есть это стала река. Рекламные бюджеты растут на соцсети. Огромные. Это стала река, которая обязательно впадет в флюс. Ну вот рекламный рынок, он очень сильно меняет эти технологии. Например, блогеры начинают много зарабатывать. Мы, к сожалению, еще там не такие. Я тебе расскажу смешной парадоксальный случай. У меня сын, он американец, рожденный в Америке. Он великолепно говорит по-русски. Учится сейчас второй год при медицинский. То есть хочет на доктора идти. И недавно он мне показывает какой-то смешной ролик, где парень с кавказским акцентом или с узбекским акцентом. Он такой довольно-таки смешной. пародирует американские мультики. Просто пародирует американские мультики. Там губка «Спанч Баб», потом «Аладдин», потом он еще какой-то мультик. Вот он пародирует эти мультики. Смешно с матом. Для русского ребенка, который любит русский мат, отлично. Ты не представляешь количество просмотров. Вот как ты думаешь? Ну, ты уже как подводку сделал. Ну, наверное, очень много, да. В миллионах. Мы говорим о русскоязычной публике только. Вот он просто сидит, потом есть еще… То есть, вся молодежь там, каждый там мальчик и девочка посмотрели. Да. Так они просто там, они действительно, им это нравится. Он просто сидит. Ну, им мат нужно, да. Запрещеночка. А потом самое интересное, я еще недавно видел, я не помню, как он, на Инстаграме есть один парень, он очень смешной. Очень. Значит, как-то его там зовут, по-моему, «Механик» или как-то еще. Вроде абсолютно, будем говорить, прозвище такое, но не инстаграмное. Зачем он занимается? Он находит людей из мира моды. Особенно он очень любит смеяться над девушками, которые сделали что-то со своим лицом. Ага. И вот, или там, например, он берет просто, ну, давай скажем… Фейслифтинг, который есть. Да, я очень, я очень люблю Любовь Успенскую как певицу, потому что, ну, я как человек, который в Америке прожил много лет, это певица… Ну, да, это же миграция. Да, это русская миграция. Да, и она иногда очень смешно изъясняется, хотя это моя любимая певица. Ну, и он там прошелся по ней, и он проходится, и там люди просто вот это все смотрят. То есть, я понял одну вещь. Вот, ты не поверишь даже какой вывод я сделал, что людям просто нечего делать. Люди… Которые смотрят или которые… Сейчас есть китайский мальчик, показали одного китайского мальчика, у него три или четыре миллиона подписчиков. И люди, дети смотрят, знаешь что? Он кушает. Реально. Притом он вот такой вот толстый, у него вот такая вот ряха. Реально. В Китае все на еде. У нас даже оператор смеет. Да, и там прямо показывают его, значит, у него там десять пар шашлыков, он это все съедает. Я не знаю, куда смотрят его родители, я понимаю, что они там зарабатывают деньги. У него в прямом смысле слова, знаешь, такое изображение раздутые щеки. У него вот такие вот щеки, и он сидит там, просто вот съедает это все. Значит, этот ребенок в прошлом году, я смотрел цифры, заработал порядка семьсот пятьдесят или восемьсот тысяч долларов. То есть деньги, которые сейчас многие зарабатывают в соцсетях, это космические деньги. Притом… Почему? Потому что людям скучно. Телевизор смотреть никто не хочет. В Штатах впервые, в этом году аудитория телевизора меньше, чем аудитория вот этого социального. Я тебе скажу честно, первый раз за вот… Это же проблема Netflix, наверное. Первый раз 2010 года, сколько у меня есть Cablevision, да, вот у меня есть Optimum, это наш Cablevision канал. У меня порядка, наверное, триста каналов. Я первый раз хочу его отключить. Честно. Знаешь, такой бред. Бред и мрак. Потому что, если нас смотрят люди, и они думают, что там, знаешь, все, зашибись. Ну… И я, ты начинаешь смотреть эти каналы, ты знаешь, я вот иногда себе задаю вопрос. У меня есть приблизительно где-то… Я в основном фильмы люблю. Я либо смотрю фильмы, либо я очень люблю Discovery, очень обожаю Discovery каналы, либо я очень люблю… Вот есть такая передача, по-моему, она в Украине тоже была. Не помню, как она называлась. Аля называется Shark Tank с акулами в аквариуме. То есть, это… Приходит… Кто-то приходит, у кого есть бизнес, сидят там четыре мастодонта, то есть там… А, была, да, акулы бизнеса. Да, акулы бизнеса. Марк Кюбан. Она была. Но она не зашла… Пока. Я думаю, просто не готовы были. Народ… Там технология нужна правильная. Да. Марк Кюбан был, то есть три миллиарда долларов, там Мистер Вандефул, там, четыреста миллионов. Херцог, там еще один сто пятьдесят миллионов. Сандра, там, сто миллионов в состоянии. И вот человек приходит… Большой плюс этой передачи, то есть они дают действительно… Правильный вопрос. …движение, они дают движение молодежи. Потому что не все могут зайти в краудфандинг, не все могут идти, там, к ангелам какие-то деньги. А там, действительно, они к тебе заходят в бизнес, они тебе помогают, они преобразили огромное количество мультимиллионных бизнесов, там, в мульти десятки миллионных бизнесов. Я люблю такие поддачи. Ну, каждый вечный сегодня будет страшилок. Реально. Новостных? Нет. Я там много новостей вообще не скажу. Что такое страшилки? Страшилки – это фильмы. Ну, фильмы ужасов. Фильмы какие-то, да, там… Да, какие-то вообще непонятные, полудегенеративные фильмы. Самое интересное, что мой ребенок это любит. Я, например, это не могу смотреть. Когда там «Человек-паук», 18-я часть, слушай, он уже все перелетал, он продолжает летать. Там он летает и все. Ну, я вот сижу себе и думаю, ну, хорошо. Ну, что новое? И самое главное – титры. На этот раз там «Человек-паук», ну, кого он может спасти? Ну, упал с дома кто-то там с 30-х. Честно, меня это шокирует. Я люблю французские фильмы, я люблю простенький фильм, да, который там за 3 дня снимается, простой, какой-то незамысловатый сюжет. Понимаешь, когда я начинаю смотреть, и ты знаешь, я в последнее время столы 85% реально – тотальное дерьмо. Вот в первом смысле. По телевизору. Да. Чтобы ты понял, ты меня очень много лет знаешь, я очень положительный человек, я очень позитивный. Я люблю посмеяться, что-то интересное посмеяться. Когда я начинаю видеть вот эту бурду, и ты знаешь, вот как недавно брали у одного кинорежиссера, я забыл, старенький он, по-моему, 80 фильмов снял, 86 лет или 88 лет ему, он говорит, а когда последний раз в Америке сняли хороший фильм? Великий фильм. Да. Это сказал человек, который, по-моему, 4 раза выигрывал за лучшую режиссуру. Он говорит, а когда последний раз был снят, прямо такой фильм, о котором… Великий фильм, это 50-е годы. Я тебе расскажу смешную историю. Значит, есть один фильм, я не знаю, где ты смотрел, называется «Хороший год». Да. Рассел Кровый, 2006 год. Да, такой приятный. Да, про трейдера, который переехал в жизнь в Прованс. Это мой любимый фильм, я из этого Прованса полюбил. Ты знаешь, когда я посмотрел рейтинги, что написали американские критики, они написали, что это худший фильм за историю… за историю американского кинематографа. Этот фильм просто о любви, о том, что человек не захотел зарабатывать деньги, а захотел жить спокойной жизнью. И вот это… И я когда подумал, я сразу себе задал вопрос. Хорошо, если это плохой фильм, о чем тогда должен быть хороший фильм? «Оппозит». Я понял… «Оппозит». Да, да, да. И я на самом деле, честно, у меня это… Вот я включаю телевизор, я смотрю либо спорт, я очень люблю там все, что связано с… любой теннис. Вот мой отец держит только кабельное телевидение… Сколько это части зомби вот этого… Ну ты знаешь, мой отец просто… Ты можешь втыкать? Мой отец очень любит футбол. Американский футбол или сокер? Нет, сокер. Он очень любит сакер, он знает все команды, и вот он очень любит. Он смотрит только «Премьер Юг». Мой отец считает, что нигде не умеет играть в футбол, кроме Англии. Он считает, он говорит, что любая простая, локальная, хорошая, слаженная английская команда, даже второго эшелона, она выиграет у любой сборной. Ну, не знаю. Ну, ладно. Я тебе просто говорю, что мой отец в свое время в Одессе на Соборной площади ставили ставки на футбол, папа ставил еще в советские времена, в 80-х годах. Черноморец. Черноморец. Ну, так, хорошая команда когда-то, может, была. «Динамо Киев» действительно хорошая команда была. Была. Я, кстати, недавно был в Риме и видел Блохина. Я прямо подошел, а он еще удивился, говорит, ну, вы знаете, кто я такой. Я говорю, ну, обижайте, я знаю всех, и Цибуларя знаю, и Пиланова знаю, всех. Я небольшой любитель футбола, но просто ты понимаешь, что дети вот в 80-х, тогда надо было знать. Потому что когда ты садился, и тебе задали какой-то простой вопрос, ты не знал, но это был Пазарняк. А сейчас ребёнку-любулу, я вот видел вот эти передачи, да, ходят по улицам и там задают мальчикам и девочкам вопрос. Простые. Кто такой это, кто такой это, ну, 20-летнего ребёнка, спросите. Другая история, другие герои. Нет, ответ один. И Бостин тоже мне сказал. Пап, а зачем мне напрягаться? Google есть. Притом, вот это еще новая тема. Все недавно встретят своего товарища, которому 65 лет, у него хедж-фонд. 65 лет, большой хедж-фонд, 30 миллиардов долларов. Мы сидим, зовут его Ричард, он, кстати, в Wall Street Warriors тоже был со мной. Ну, если кто-то захочет посмотреть, посмотрите. Он такой, красавец такой, итальянец. Ну, мы сидим что-то, я говорю, в Майами что-то. Говорю, Ричард, ну что, куда пойти? Сейчас, одну секунду. Сири, скажи мне, пожалуйста. Я говорю, что и ты туда же пошел? 65 лет человек, он сидит там, достает там мобильные телефоны. Да, но с другой. Красота, это проще. Это же почему? Когда люди перейдут на общение голосом, они разучатся писать и читать. Следующая статья. Это меня больше всего пугает. Да, мне такое ощущение, что мы обратно идем первым в этом устроен. Вот меня, я очень люблю, там моя любимая сказка «Маленький принц». Главное на этом успеть заработать. А что было с деньгами делать? Вот честно. Я думаю, 90% людей как бы не будут уметь читать, но 10% будут уметь читать. И что с деньгами делать? Ну, мне просто интересно. Это будет броняне, задам вопрос. Что потом с деньгами делать? Деньги же не самоцель. Я стремлюсь накапливать не деньги, а хорошие активы. То есть надо накапливать хорошие активы. Будут хорошие активы и все. Будешь прекрасно себя жить, хочешь в Провансе, хочешь в Новой Зеландии. Путешествуй, не путешествуй. Я, например, по сегодняшний день люблю бумажные книги. Например, я собираю, у меня довольно-таки большая коллекта, сказочный принц. Маленький принц. Там он переведен на 160 языков мира. И мне со всех стран мира представляют разные того. Хорошо, что она не толстая. Да, да, да. Всего 60. Маленький принц. Там тома. И мне подарили... Мне день рождения было несколько дней назад. Мне подарили очень красивый маленький принц. Специально в золотом переплете. Специально сделанный для меня. Он до такой степени. И мне это все... Это восхищенные ученики или кто это? Ну, почему восхищенные? Просто люди знают, что я люблю. Да, мне очень... Вот ты не понимаешь, я собираю карманные часы. То есть, у меня такое ощущение... Карманы это вот эти на цепочке? Да. Я очень люблю. У меня такое ощущение, ты знаешь, что я... Откуда это тяга коллекционирования? Вот что дает коллекционирование? Это как отдушина? То есть, вот эта спекуляция требует какого-то... Это не отдушина, это отдушина. Душина? Да. Что? Мне просто нравится. Я... Ты знаешь... Больше чем спекулировал? Ты говоришь о активах, да? Да. У меня есть часы, которые я покупал по 100 евро, которые стоят 20 тысяч евро. Реально. Почему? Коллекционирование... Придметы коллекционирования... Их просто делать то, что... Да. Их больше нету. Там карманные часы, которым 120 лет, их есть энное количество. Причем с большей вероятностью их станет меньше. 200%, потому что любой нормальный коллектор он не продаил. Я, например, всегда там открываю, да, вот есть такие часы Грэхом Волкман. Да? Американские. Потому что в свое время, как ни странно, на рынке карманных часов, американцы занимали ключевые роли. Потому что потом, почему-то все стали, говорят, швейцарские, но американские часы, там, Волкман, огромное количество есть. Элджин часы есть. Притом, это компании были, которые выпускали часы там простых и дешевых, потом шли серебряные, потом шли позолоченные, потом шли золотые. Ну, у меня вот, например, есть часы, там, 200 пар в мире всего. То есть я по номеру смотрел, там, я нашел и все остальное. А сейчас пошла новая мода. Ты не поверишь вообще, что делают. Берут вот эти карманные часы в Швейцарии и переделывают под новомодные. То есть делают очень красивые крепежи, прямо красивые крепежи. Я недавно прямо посмотрел, ты знаешь... Они берут настоящие старые часы и переделывают. Да, да, да. Прям вот зайди на eBay и посмотри. Так красиво сделано. Почему? Потому что эту форму нельзя повторить. Эта форма не такая, как, например, башнис одевает, все одевают, например, там, пошли и есть там это количество часов. Кублота, Мелиснардин, Адема Пегея и все, люди видят. То есть, а тут вот ты приходишь, да, и я что делаю? Я своим друзьям, я своим друзьям дарю карманные часы. Говорю, не продавай. Я подарил одному своему товарищу на день рождения, наверное, лет 7 назад очень красивая была такая коллекция, называлась «Мальчик и гуси». Разные часы. Они были сделаны в виде эмали. Очень красиво. Ну, тоже карманные часы. Очень красиво. Потом вот дед пошел на какую-то выставку, увидел эти часы, говорит, Саша, там, мне каких-то космических денег стоят. А я, когда их покупал, там, ну, 300 долларов, может, они стоили. Остались стоят там 5 тысяч. Ну, то есть, просто где-то засветились и вдруг, или там, на каком-то аукционе кто-то продал. Ну, здесь урок, как бы, вот этой истории, там, будьте разнообразными. То есть, если вы как-нибудь не замыкаетесь, там, в чем то есть. Да, да. Люди, люди, люди думают, что есть определенные вещи, которые только для богатых. Можно покупать карманные часы на eBay, если человек немножко даже может разбирать. И за 40, и за 50 долларов. То есть, не нужны, мы не говорим о каких-то космических деньгах. Потому что, люди могут посмотреть передачу и подумать, да, что за какие-то гламурные уроды тут они как. Говорят, я приехал в Америку, у меня было 37 долларов. Без папы, без мамы. И, как бы, да, у меня нет такого. Почему? Как ты правильно сказал. Вот, трейдерская закалка, она мне дала, что я во всем смотрю апсайд. Я даже на карманные часы, я могу 200. Знаешь, я могу сидеть и сказать, вот, вот они, посмотри, какие тут красавцы стоят, там, за 50 тысяч долларов. Я понимаю, что я, если их даже куплю и продержу, да, я 50 тысяч долларов не получу за них. Я их никогда не возьму. Но бывает такое, что есть на eBay, можно, например, купить, видишь, у нас какая разнообразная сегодня передача получилась. На eBay иногда можно купить ноу-резерв, то есть люди, которые просто продают с открытого аукциона. Какую-то красивую там пару Эльджин. Они шикарные будут. Для меня самое главное, чтобы часы были на ходу и в оригинальном состоянии. Для этого там открывают крышку, сразу видно смазанные или не смазанные. Там специально… Не наводил. Да. Один студент в Киеве, он мне подарил Хеннессис моя фотография, специально сделан на заказ, очень красиво. И мне, когда студенты дарят, я всегда все привожу, я всегда все выстраиваю, обязательно наделаю фотографии этому человеку посылаю, чтобы он видел, что там она в моей коллекции стоит. У меня, ну, какие хочешь комнаты есть. Там вот таких маленьких и реально вот, ну, такие огромные. Все, что связано с маленьким принцем, я собираю. Потому что вот эта атрибутика, давай скажем так, ну, по сути дела, если посмотреть на всю нашу жизнь, она серая в общей массе. Вот в прямом смысле слова. Работа на работу, ты пришел, даже если ты очень любишь свою работу, все равно. Там 80% времени, да, ну, живого ты проводишь на работу. Ну, это некая механика. Как ты прямо сказал, я пришел, говорю, у тебя роскошно, красивый офис, ты говоришь, Саша, а как по-другому, я здесь всю жизнь свою провожу. И так же самое, вот я сегодня как раз со своим партнерами говорил, да, с Димой. И там за машину, да, я говорю, ты понимаешь, ты садишься, это та вещь, в которой ты проводишь времени. Ты должен ездить на то, что тебе доставляет удовольствие. При условии, что ты можешь себе это позволить, да. Я когда-то думал, что Жигули лучше машины нет в свое время. Когда мне отец первый раз там дал проехаться на машине, там крутить руль, я готов был ее мыть с утра до вечера. Естественно, по дороге, когда мы идем и становимся старше, у нас меняются ценности, да. Ну да, и со временем люди на кадилах пересаживаются. Ну кто-то, да, кто-то любит, да. То есть здесь вопрос один, например, тебе нравилось одно, то у тебя меняются ценности. Но я, например, иногда просто вот открываю там свою коллекцию часов, беру там тряпочку, да, и там вот так вытираю, смотрю, я помню там где, когда я купил или кто-то мне когда-то подарил. И все это только...